в общем всем здравствуйте вставать не а это у нас питончик это что такое значит смотрите первым делом пара замечаний по поводу по поводу домашнего задания позапрошлого потому что она закончилась ну то есть как закончилась конечно но я не буду слишком строго на это глядеть случилось то что я то на что я надеялся один из тех кто выполнял домашнее задание выполнил его немножко не так как был написан вот там было написано создать свой собственный файл закомитить его он редактировал мой файл вот поскольку я сам этот файл тоже редактировал возник конфликт который отказался в пул реквесте который сделал один из участников вот наш пул реквесте был он попытался закомитить ну запулить скажем в его комитете присутствовал файл который редактировал он и который редактировал я тоже я надеялся что подобного рода конфликт я увижу сразу в этом пол реквесте и тем самым это будет означать что человек просто неправильно выполнено домашнее задание и вот один такой нашелся то есть задание оказалось не стопроцентно легким так что если кто-то один если это кто-то из вас посмотрите я это пол реквест отклонил вам должно было прийти сообщение к со словами что мол ну в общем сообщение вот а мы между тем сегодня у нас насколько мощный ступил апрель если вы помните обещал в апреле разделение на команды вот к следующему разу у нас такое разделение должно произойти вот то есть вот вам неделя на самоориентацию прежде чем мы поговорим про я вовремя остановлюсь я надеюсь прежде чем мы поговорим про 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 домашнее задание вообще про вот гитхабовскую сторону и что должно быть в домашнем задании немножко поговорим обратно про питончик я хочу привести пример того как пример того как в одном приложении могут сочетаться много фреймворков разных это в общем вообще совершенно нормальная ситуация на самом деле современные программы не создают с нуля вообще никогда то есть если вам нужно чем запрограммировать причем даже в том числе что-то большое как правило вы сначала там несколько пару тройку дней просто шарить по интернету с утра до вечера собираете ссылки на всякие компоненты из которых вы потом свою программу составите потом еще пару недель вы в эти компоненты тыкайте изучаете на предмет того насколько они пригодны для решения вашей задачи после чего выбираете те которые вам нужны обмазывайте их тем что в них не хватало вот и получаете решение задачи программируют только некоторые уникальные алгоритмы ну или какие странные люди которые там у которых проблемы с лицензией у нас с вами проблем с лицензиями нету как бы любая свободная лицензия годится по этой причине почти наверняка в вашей программе будет множество фреймворков понятное дело что наши очень узкие рамки нашего короткого спецкурса весеннего не могут не дают нам простора посмотреть как много фреймворков совмещается в одном флаконе но один мы пытаемся сегодня совместить вот значит спасибо михаилу рудаченко которыми периодически помогает с созданием лекций сейчас мы перейдем куда-нибудь вот спасибо михаилу рудаченко он мне подсказал один из вариантов как раз событийного программирования который в тк интере вообще говоря нормально не реализован этот шаблон событийного программирования называется таймер смотрите если у вас вы пользуетесь каким-то фреймворком который более-менее хорошо поддерживает парадигму сометийного программирования в числе прочего у вас должно быть такое понятие как часы вашего мира в котором происходят события и возможно какие-то индивидуальные часы которые внутри разных в разных за счет ваших объекта все как-то себя проявляют вот и например в каком-нибудь фреймворке который называется sd питоновский вариант его называется пугей по ней такие таймеры есть но такая интер это все-таки неполноценная среда событийного программирования это достаточно простой почти что игрушечный инструмент для разработки юзер-интерфейс в юзер-интерфейсе как правило не нужно периодических событий по таймеру максимум что нужно если некоторый тайм-аут на работу пользователя ну например выкинули окошко подождали тайм-аут закрыли окошко или запустили какую-то значит какое-то чего-то она поработала и мы его выключим вот соответственно если наша задача ну например написать часики какие-нибудь это внезапно оказывается не очень простой скажем так не очень прямой задачей если мы печатки пишем именно с помощью такая интера не с помощью чего-то другого вот а значит вот у меня тут будет сейчас очень простая программка я сейчас копипасте а потом мы посмотрим не только вот это уберем вот там нормально или нормально я могу выключить вот вот этот ряд хотите вот так вот сейчас будет еще нормально не видно я именно поэтому я копипастю в редактор чтобы сегодня 7 до вот значит смотреть то используем слегка такой еще один подход к написанию приложения интера обратите внимание что приложение то что они называются application вообще не наследует ни от какого объекта тк-интер это просто некоторая некоторый объект экземпляр к этой класса экземпляр которому будем изготовлять внутри этого класса открывается рутовое окошко тк-шное внутри него же располагаются объекты все вот эти лейбл да вот внутри него же располагается функция которая будет нам обновлять часть слегка такой противоестественный подход в том смысле что например кнопки лежат не в том месте в котором они рисуются то есть наш с вами подход который мы не помню откуда вычитали когда у нас класс который отвечает за некоторые содержимое наследуется от той рамочки от того контейнера в котором это содержимое будет да если за счет это содержимое окошко то от фрейма если это там кармас тут к вас и так дальше здесь видите подход другой но в данном случае это не важно просто чтобы показать что такое было обратите внимание вот на что на то что у нас создается значит открывается тк-шное окошечко в него бросается единственная метка которая пустая вот эта метка с помощью пэка помните это один из геометрии самый простой геометрии менеджер мы его не используем мы всегда используем grid потому что все остальные тупые но вот люди пользуются паку откуда скопи пастил дальше вызывается волшебная функция апдейт кнопку которым сейчас поговорим и дальше вызывается main loop обратите внимание main loop вызывается прямо внутри и нет этого объекта повторяет просто другой подход а вот функция апдейт клок устроена следующим образом она во-первых обновляет содержимое содержимое нашего лейбла обратите внимание безо всяких string variable прямо через конфигуре говорит текст равняется на а во-вторых она вызывает вот такую странную штуку несмотря на вот для меня лично действительно определенную странность в таком поведении это довольно частый паттерн программирования периодических событий который состоит в следующем обработчик события периодического в данном случае апдейт клок делает то что ему нужно обрабатывать события а потом планирует обработчик этого события на через одну секунду то есть в обработчике события он одноразовый это та самая одноразовая процедура про которую мы говорили да значит подождать немножко и сделать что так вот метод автор позволяет подождать вот столько видимо миллисекунд судя потому что это одна секунда после чего запустить вот такой колбас который что-нибудь сделает и паттерн состоит в том что сам этот колбас планирует себя на через минуту на через секунду в следующий раз когда он следующий раз запустишь он опять запланирует себя на секунду в следующем я так путано объясняю потому что это с моей точки зрения действительно мало естественно вот мы лук ничего не а да мне давайте так значит нет смотрите что такое моему моему это не бесконечно бешено вращающийся цикл это цикл который живет события и потом их раздается объектом мне сильное подозрение что вот этот вот этот вот метод автор вызывается вообще мне моим лупа не не свят не генерится никакое событие у нас просто сам движок тока интер окошечко токаинтеровская не тот моим луп который хотя черт узнает может быть может быть мы про может быть это моим лупу мы же мы же не можем писать его код может быть туда проезжает какое-то событие у вас случился авт но хитрость состоит в том что надо на разовый да то есть вам просто в какой-то момент может быть может быть он действительно по тиков за планирует на 4 через через тысячу тиков планирует вызов вот этой самой вот этого самого куба видимо да это правда неудобно просто в токаинтер ничего другого нету токаинтер это штука для написания интерфейсов они а не штука для написания игр вот если бы у вас действительно был довольно частый паттерн периодического вызова события то вот значит как это все выглядит дать посмотрим это все выглядит довольно пристойно вот эти часики тикают вот возможно в такой интере нету никакого интерфейса для задания таймеров потому что они есть в питоне и в огромном количестве до токаинтер это все-таки штука для привязки конкретно к тк вот со своими особенностями и нет никакого смысла даже если там какие-то таймеры внутри внутренние были нет никакого смысла использовать их мы всегда можем использовать какую бы то ни было систему работы с таймером которые вообще остагональны токаинтеру а присущи только питон вот и это будет как бы второй вариант написания таймеров который стоит в том что у нас просто таймер отдельно токаинтера отдельно сейчас мы попробуем его соорудить потому что я у меня есть только только пример без токаинтера вообще вот ну мы попробуем его сейчас обмазать такая так это что у нас был это был просто таймер а еще сейчас будет а это капслов включается таймер один вот значит давайте поизучаем эту копипасту а это плохая копипаста нам надо еще извините from нам это называется трейдинг импорт что у нас тут есть ряд и и и и и и и вент вот значит почему еще так устроена работа с таймерами в примитивном виде в частности в токаин потому что токаинтер это single-threaded библиотека однотредовое приложение как ни странно так что вы я думаю что вы правы все там другой рукой рукой любая рулежка делается мой лук и вот и соответственно чем хорошо однотредовое приложение вам не нужно заниматься синхронизацией вас бегает минут получает события раздает их на правый налево виджетом виджет их отрабатывают он идет дальше засел в каком-то виджеты висит там события не происходит ну смысле не виджет а в каком-то в каком-то в каком-то тупике этого обработчика но обычно эти обработчики так устроены что они там ничего не зависит вот нормальный таймер это всегда что-то что работает ну совсем в параллель с тем потоком вычисления которые вы программируете вот поэтому довольно естественно делать его просто в отдельном трэде в одной нити выполнения вот если мне не изменяет память питон не работает с трэдами как таковыми то есть те которые лежат в одной памяти разделяют там ну короче стрелями потом работает с процессом то есть когда вы запускаете очередной тренд запускается очередной процесс прям рядом и между ними они общались каким-то образом вот давайте посмотрим на этот трейдинг просто чуть-чуть глазками потому что это принципиально другой фреймворк который мы сейчас собираемся сначала задействовать в принципе а потом включить в нашу токинтерскую программу я кстати не уверен что он заработает но должен по идее вот он это прям из как видите из базовой комплектации питона модуль трейдинг вот high level да то есть высокоуровневая работа с трэдами она гораздо больше чем то что нам нужно например вы можете запускать много трэдов вы можете выделять из них управляющий трэд вы можете трэдов потоков вы можете отмаживать их как-то в общем поизучайте да у нас нет времени на то чтобы прям все это дело от начала до конца это дело смотреть вот идея стоит в чем что вы определяете трэд вы его подымать запускаете вот чем отличается старт от рана честно не знаю а рано то чтобы старт это значит начать трэд а а рано это значит собственно что он делает его полезная нагрузка вот и для того чтобы рядом управлять еще раз тренды в питоне это вообще не тренды там нельзя использовать разделяемой памяти просто отдельный процесс поэтому для того чтобы с ними как-то работать им нужно передавать какую-то информацию и они должны эту информацию брать вот есть два способа это сделать это как бы использовать какие-то семафоры то есть некие области данных доступны сразу для нескольких потоков которые будут туда лазить и смотреть либо использовать события послал события поймал события вот ну вот мы наверное будем использовать события где-нибудь тут там есть еще локи понятное дело поскольку пойдут трэды всегда есть вопросы о блокировке и так дальше вот есть семафоры которые можно использовать а мы будем использовать события вот как устроена события события это просто такой объект объект такой у которой всего два статуса она либо есть от события либо его нет она либо сет либо clear вот соответственно все что может делать управляющий поток это устанавливать что события случилось или стирать его что он не случилось вот а управляемый поток может просто ждать выступление этого события причем он может дождать в том числе с некоторым тайм аутом после которого он считает что она ну ладно все равно наступила ну то есть он подождал подождал если что-то случилось он сразу начинает работать есть ничего не случилось он ждет тайм аута после таймаута происходит при этом обратите внимание что это не ну вот это вот ожидание на ожидание что события произойдет она не загружает процессор это все повисает до тех пор пока не случится это самое событие не пройдет тайм и этим собственно этот механизм нам в общем ну интерес вот тут есть прямо таймер и который умеет что-то делать ну в общем в общем несмотря на то что это базу комплектация питона и тут через две строчки на третью написано что это примитивная реализация того-то примитивная реализация всего-то взял тот ну вот например 7 simples механизм вот тем не менее сам модуль трейдинг предоставляет нам довольно много возможностей которые будут в данной нашей программе используя даже не а что мы не используем мы создаем отдельный тренд в котором мы создаем отдельный отдельную ту самую переменную для ивентов вот и кстати надо поставить немного 51 ждем одну секунду если эта секунда не прошла мы все равно печатаем какое-то сообщение как все это работает вот мы создаем создаем сообщение ци наше в котором который будет либо либо да либо нет либо есть либо нету дальше мы создаем трет который будет заниматься вот этим ждать появление сообщения в частении одной секунды вот мы говорим трет начиная работать так начинает работать и мы говорим так а да здесь надо что-нибудь что-нибудь придумать здесь нашить ввести здесь вот наша программа и пока это наша программа как-то работает у нас периодически дергается второй тренд он собственно висит ждет одну секунду и каждую секунду он сюда он сюда чего-то пишет кстати сказать мы могли бы мы могли бы ввести этот флаг стопит руками и тогда бы этот тренд завершился тоже потому что здесь вот этот ран собственно заканчивается вот как то все работа вот смотрите вот он печатает мой тренд в это время основной тренд управляющий висит вот на этом импуте если я сейчас что-нибудь введу вот она закончилась ну давайте вот здесь еще 2 импут сделаем вот смотрите на что произошло мы создали события мы запустили тренд нет мы сначала вы создали дальше мы сказали тренд работа интернет работает вот это вот его работа он работает таким образом что вот его работа собственно он запустился ждет одну секунду через секунду пишет вот в это время у нас наш управляющий тренд висит вот здесь вот в импуте что-нибудь набираем установился флаг стопит сет это значит что он поймал вот здесь вот события поймал события что она произошла этот секунду закончился ран закончился тренд остановился ну а мы себе стоим ждем во втором вводе вот мы ввели теперь давайте попробуем прикрутить этот механизм к собственно такая интера за счет возьмем наша вот эту вот программку и вот здесь вот вместо вот этой штуки давайте попробуем запилить туда тренда значит что для этого нужно для этого нужно наверное приделать еще две кнопочки здесь делаем гриль сразу чтобы не позориться приделать две кнопочки внутри кнопочки старт стоп квит или 2 эти подумать ладно неважно короче приделом кнопочку кнопочку стоп старт которая что должна делать ну наверно когда тренд старт давайте так значит self button 1 равняется button текст равняется start а команд а вот сейчас команд равняется что ну видимо . старт какой-то какой старт мы сейчас его пропишем давайте вот так сделаем да значит вот здесь же в нити перед main loop сделаем что-нибудь типа вот такого вот только вот этот старт вынесем в этот самый в в отдельный в нажатии кнопочки дэв старт сэлф сэлф точка чё там у нас тренд старт так значит а здесь уберем только это все положим в наш объект здесь положим в объект здесь положим в объект вот теперь нам нужно что сделать мы нажали на старт он должен а вот он будет пингвайт делать ну давайте пока так давайте пока так я думаю что батону ну да потому что здесь тк баттон стоп флаг так где кнопка старт а мы забыли мы и забыли мы и забыли мы и забыли мы и забыли разместить вот так вот я нажал кнопку старт отсчет пошел осталось только сделать апдейт клок сейчас мы это сделаем я закрыл окошко второй тренд работает нет там это нету ему надо сказать ему надо сказать стоп где-то в какой-то момент скажем вот здесь вот а нет сэлф стоп флаг стоп флаг все чтобы второй тренд тоже остановился он же должен как-то понять что он закончился а то же он вот тут вот будет вот этот цикл где он тут вот этот цикл он увечный пока 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 стопит события не произошло он ждет и события 100 поэтому я поэтому мы сделаем вот тут вот вот так и я думаю что от этого он закроется вот я сказал старт а теперь работе вот окей ну чего давайте сделаем еще ему апдейт клок и на этом на этом успокоимся значит вот здесь вот надо в этом апдейт клоке иметь доступ к вот туда а вот здесь вот надо вызвать апдейт клок для этого нам надо при инициализации указывать еще тот 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 объект от которого апдейт клок ну допустим назовем его windows да здесь писать соответственно и соответственно его запоминать self точка windows равняется windows да вот здесь вот вместо писать еще self точка windows точка апдейт клок шмяк как то так да вот и здесь где-то при инициализации и передавать ему параметр вот здесь вот self как то так шмяк шмяк это где не понял что я сделал не так а че 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 тут написал не туда вписал поторопился вот сюда вот так значит скрыт не работает дать еще это отладим смотрите но до сюда на душу уже вот пошел а второй старт я второй раз нажал старт и естественно он говорит второй раз запустить труд не могу вот ну давайте не будем давайте не будем дальше углубляться идея примерно понятно вот понятно понятно что у нас кнопочка старт вызывает что а называется от 300 повторный старт одного и того же трэда это конечно безобразие вот его надо было стартануть сразу а кнопочка старт должна была управлять часиками там включать не включает таймер я не знаю ну короче но идея понят вот однако у нас произошла одна неприятная вещь когда мы вот это делали давайте посмотрим на этот код он небольшой вот практически вот 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 у нас работа с трэдами с таймером и вот у нас сам код произошла одна неприятная вещь вот здесь у нас события которые происходят с нашими объектами происходит абсолютно вне всякого main loop это это вот этот ивент который мы забацали это ивент из модуля трейдинг соответственно если мы хотим что-то писать какой-то обработчик который бы ловил события и его обрабатывал используя возможности тк интер у нас ничего хорошего не получится мы сейчас сопрягли в одной в одном приложении ци маленькой таком два разных два разных фреймворк вот поэтому для того чтобы для того чтобы это происходило чуть более разумно надо бы написать написать наш класс таким образом чтобы он обрабатывал событие происходящее с тк интером а таймер написать таким образом чтобы он вбрасывал это событие в main loop тк интера вот тогда будет ну все как бы по закону у нас есть система событий тк интер у нас есть какой-то внешний генератор этих событий и у нас все остальное это обработчики которые внутри вот сейчас мы поглядим есть примерчик того как это делается вот он простейший примерчик совершенно более того у нас он уже есть тк интер это сам по себе менеджер ивентов и очень хотелось бы если мы пишем все на тк интере пользоваться этим не пытаться сделать одну группу ивентов из этого самого из трейдинга а другой из тк интер и там дальше путаться в ней вот кого-то надо одного взять вот поскольку мы занимаемся кнопочками да то скорее всего тк интеровский и main loop у нас тк интеровский вот то скорее всего тк интеровский выбор правильный значит надо уметь вбрасывать вот это событие туда по таймеру сейчас попробуем научиться это сделать опять-таки не гарантирую что у меня получится потому что я не пробовал но я думаю что это ну посмотрим вот значит как это делается почитайте в документации по тк интеру в тк интере есть такая штука которая называется синтетические события помните мы с вами говорили что события в тк интере могут называться как угодно и это в общем неприятность потому что вы описались написали вместо баттон там не знаю батт и все хорошо только этот обработчик никогда не сработает такого события никогда не придет а вот с другой стороны это означает что можно сделать вот примерно такую штуку как тут написано а именно воспользоваться методом тк интеровском который называется root и вбросить в минул соответствующее событие ну давайте посмотрим мне не очень понятно что здесь происходит ну это кусок кода надо его еще обмазать чем-нибудь давайте на него посмотрим а сами его сбросим куда-нибудь в другое место нам что нужно нам нужно нам нужно сделать а я понял что нужно сделать давайте уберем этот код дурацкий он не интересный давайте возьмем наш таймер вот этот старый нет не этот не этот вот этот вот да что ж такое я вот редактировал что я был неправ ну неважно в конце концов какая разница можно все сделать все сделать заново в конце концов значит from tk inter импорт звездочка что там у нас в трейдинг будет ну трейдинг потом да значит здесь что делаем здесь заводим а эм 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 просто так да это в конце значит self точка эм что там что мы хотели мы хотели сделать то же самое но чтобы он сообщение выдавал да ну скажем button b равняется button текст равняется какой-нибудь не знаю там ping эм command равняется эм ну ping нет self ping да self точка ping вот эм в точка б точка grid и вот по нажатию на эту кнопку и да иначе надо сделать надо сделать обработчик ему сейчас давайте посмотрим как он делается еще разок тупо вот так а в рабочих события фу хорошо хорошо я сейчас тоже сел сел ну чего ping так теперь у нас ping только дев на всякий случай это что это то что происходит при нажатии на кнопочку мы должны послать события при нажатии на кнопочку и вент генерей должны сделать вот что вентейл надо посмотреть ну тут можно написать просто мм спасибо где мы лоп а здесь мы лопта там где-то было слово тк но было лишнее нет что я сделал не так только мастер да надо не забывать что там как минимум один параметр да что ж такое что сделал неправильно бро давай посмотрим а я забыл вызвать и нет да извините откуда эти откуда эти объекты там возьмутся если не вызвал и нет родительского класса спасибо обратите внимание нажать на кнопку ping это вброс события печать ping на экран это выбор это обработка обработка события мы их разделили можно даже там какой-нибудь слип поставить но это уже не важно осталось осталось только к этому коду прикрутить этот самый наш таймер написанный на трейдинге и мы получим правильное правильное правильную организацию таймера будем это делать в принципе ну я думаю что минут там максимум 10 на это уйдет или продолжим дальше давайте дальше то есть идея понятна да вот у нас есть как бы два варианта организации работы по таймеру в принципе присущие событийным фреймворком один который говорит что сам обработчик запускает себя планирует себя на следующий раз к моему удивлению довольно частный второй вариант когда мы отдельно генерируем события по таймеру и вбрасываем их в мейнлук вот этот второй вариант он можно сделать с помощью вот этой программы и той программы вот может быть будет такое упражнение помимо того основного домашнего задания которое нас подстерегает те кто из вас начал делать домашнее задание вот который кончается в это воскресенье обнаружили что канвас в канвас в токаинтере это очень мощная штука мало того что там все объекты хранятся там еще и всякие штуки типа выделить несколько объектов одновременно или например развесить на объекты теги и искать их по тегам вы можете каждому объекту который высуете на канвасе когда вы его там рисуете присмотреть тогда посмотрим просто просто покажу это место это это вот вот они теги вы каждому вашему объекту добавляете тег вот а потом можете по этим тегам искать и например выбирать только объект который потегирует вот таким образом вы можете с вашей картинкой разбираться набросанными объектами на на канвасе разбираться разными способами зачем это нужно в реалайфе я не знаю но это какая-то очень мощная штука и с помощью нее например можно организовать групповой выбор вот помните у нас в домашнем задании есть таскание объектов там можно выбрать один объект а если мы введем туда теги там можно будет таскать много объектов вот я хотел это сделать но просто не успел такие дела в принципе в принципе еще раз еще раз обращаю ваше внимание на а вот этот вот эту документацию по тегаинтерам она довольно полная там написано все вот нюмейский тех круч в нее нет если вы не собираетесь пользоваться тегаинтером для вашей для вашей семестровой работы ну пользуйтесь чем хотите ну если вот все таки тегаинтер то тегаинтер так а нас осталось полчаса на то чтобы поговорить про домашние задания и немножко про гитхабчик и если успеем может быть какие-нибудь очередные грязные трюки с гитом я покажу но если не успеем не покажут гитхабчик вот 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 этот по моему отклоненный pull request человек по имени илпол вот притащил мне pull request а он я могу сейчас реопенить и показать что там конфликт по комитам но и там очевидно что конфликт по комитам он он сейчас это не он ну короче короче он где-то там был ой нет а это мой комит это мой комит вот вот ну в общем вот ладно значит давайте немножко поговорим про собственно домашнее задание про 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 наш а как это называется семестровый проект дайте мне минуту подумать над тем с чего начать давайте лучше начнем не с гитхабчика зря я туда полез а с того как в принципе устроена такое типовая разработка приложения сейчас будут абсолютно игрушечные утверждения в реал лайфе они намного более развесистые и крутые но тем не менее было бы неплохо значит смотрите давайте рассмотрим какой-то пакет требований сейчас мы не говорим про перевод тестирования и документирования про которые мы поговорим в следующий раз какой-то пакет требований к условному проекту условному проекту который вы сделаете в конце семестр этот проект должен представлять собой программу ну например сделанную на тк интер который решает какую-то задачу воображаемую или из реального мира или там упрощенную задачу из реального мира это не важно важно чтобы вы успели за оставшиеся 3 недели ее сделать вот причем не всю задачу а всю задачу плюс документирование плюс тестирование плюс перевод соответственно если вы выбираете для себя работу с тк интер то есть написание график юзер интерфейс это означает что у вас есть некоторый пользователь который хочет чтобы его задача решалась с помощью вот вашей программы этот пользователь по идее должен написать вам так называемые проектные задания в котором написано я такой-то такой-то хочу то-то и то-то в действительности никакой пользователь не в состоянии написать проектное задание потому что он не знает чего он хочет поэтому к нему приходит специальный человек называемый постановщик задачи и значит в долгих беседах с пользователем выясняет, а что же ему надо. В принципе... Сейчас, а где ж тут была... Секунду. Я хотел... Вот, да, значит, на сайте Stacadocs, в разделе, прямо в Триториал, есть, в общем, довольно, как сказать, суперпримитивный, но довольно показательный пример того, как, собственно, постановка задачи делается. Итак, у вас есть некая пользовательская задача, которую пользователь хочет решать. Вообще говоря, пользовательская задача не состоит в том, что он куда-то вводит данные и нажимает на какие-то кнопки. Нет такой задачи вводить данные и нажимать на кнопки. Задача стоит в обработке данных, которые из чего-то делают что-то. Да? Вот. Поэтому постановка задачи «У меня шесть кнопок, я ввожу вот сюда что-то, а потом нажимаю на одну из шести кнопок» – это неправильная постановка задачи. Это вообще не она. постановка задачи должна стоять в том, что программа делает. И это первое, что вы должны выбить из своего клиента. Чего он хочет, чтобы она делала. Не чтобы кнопки рисовала, да? А чтобы что-то делала. Вот. Данная программа переводит из футов в метры. И это есть постановка задачи. Я не знаю, почему здесь его нет. Может быть, я ошибся. Может, это не очень хороший пример. А, ну вот написано. Вот и вся постановка задачи. Из одной строки. Преобразовать футы в метры. Польза говорит, хочу преобразовать футы в метры удобным для меня способом. Ты к нему постаешь с ножом и говоришь, больше ничего не хочешь? Только футы в метры. Он говорит, да, мамой клянусь, только футы в метры. Отлично. Кстати, сказать, потом они меняют свои хотелки, но это уже отдельная тема. Предположим, у вас очень хороший поступок. Тогда ты говоришь так. Чего нужно для того, чтобы преобразовать футы в метры? Как ты, значит, пункт первый, постановка задачи общая. Пункт второй, набор юз кейзов. Ты говоришь, как ты хочешь, чтобы преобразовывались футы в метры? Юз кейзы. А, слушайте, давайте откроем какое-нибудь окошечко и запишем это, потому что я это все прямо сейчас... Как будет постановка задачи? Так, не так, а таск. Да блин. Да блин, тороплюсь. Таск планинг. Текст. Вот, значит, итак, первое. Общая постановка задачи. Чего, это не русские буквы? Какая печаль. А, слушайте, я, кажется, знаю, что нужно сделать. Секунду. Что-то у меня русские буквы слетели. Неожиданно. А, о, прилетели. А что же я нажал-то такого? О, все, нашел. Окей. Где я тут? Общая постановка задачи. Что делать? Что делать? Что? В любой форме главное, чтобы критерий надежности – это, чтобы пользователь вам ответил – больше ничего. Это, елки-палки. Ну ладно, напишу так. Больше. Это было слово «больше». Вот. Это что ж такое-то? Тороплюсь. Не торопиться. Все буквы в неправильном порядке. Пункт второй. Это набор юзкейзов. Ты говоришь, хочешь переводить футы в метры – отлично. Как ты это собираешься делать? Как? Как? Главная цель, то есть критерий качества набора юзкейзов – когда уже ни один из ваших пользователей не может вспомнить, что он еще хочет делать с помощью вашей программы. Все разные пути. Я ввожу туда, нажимаю кнопочку. Или я ввожу, нажимаю Enter. В случае футов, да? В случае футов есть два юзкейза. Первый – я ввожу в окошечко футы, нажимаю кнопку перевести. Второй юзкейз – я ввожу футы в окошечко и тут же нажимаю Enter. Это два разных юзкейза. На этом уровень детализации, разумеется. Значит, выход из набора юзкейзов состоит в ситуации, когда пользователь уже больше не может придумать. Да, значит, в словосочетании больше никак слишком поэтичное. Все варианты используем. В большом проекте никто не может оценить, были ли описаны все варианты использования. Понимаете, когда у вас там огромный продукт делается и куча 100-500 различных пользователей. Тогда делать генерализацию. Вы делите пользователей уже на классы, и у вас нужно опросить по одному пользователю из каждого класса. Один начальник отдела, один начальник разработки, один рядовой служащий, одна секретарша, одна то, одна сё. Вот разные классы пользователей будут иметь разные юзкейзы работы с вашим инструментом. Поэтому нам нужно поинтервировать каждого и собрать от них такие сказки на их собственном языке, которые говорят «я туда ввожу и нажимаю кнопку». Или «я туда ввожу, нажимаю ввести». Пункт третий. Как это ни странно, пункт третий – это проект UI – пользуского интерфейса. Обратите внимание, что проект пользуского интерфейса появляется даже раньше, чем проект какой-то логики. Потому что пользователю на самом деле достаточно все равно на ту логику, которую вы там реализовали. Лишь бы его задача решалась. Ему, в общем, ему нужны шашечки, ему нужны ехать, а не шашечки. То есть он вам доверяет, что вы правильно всё повычисляете. Но вот как это будет выглядеть – это очень много. Когда вы пишете проект UI, между прочим, у пользователя внезапно возникают идеи относительно того, какие у него есть юзкейзы, и что вообще эта программа должна делать, потому что он внезапно вспоминает, что она должна делать ещё что-то. Так что, когда вы рисуете UI, не думайте, что задача уже поставлена. Это процесс итеративный. Вы нарисовали картинку, тут вам, ах, елки-паки, тут ещё ведь запятые бывают. Или там, вот я ввожу эти самые футы. Я, честно говоря, не знаю, говорит вам пользователь, я буду их с запятыми вводить в качество разделителя или с точками. Вы, пожалуйста, обработайте оба варианта. Вот. Пользователь вообще может не догадываться, что это разные вещи для вас и для ТКИнтера. Вот. Значит, в случае проекта UI важна детализация. Вы не можете нарисовать одну большую картинку, на которой опишите все кнопки, которые у вас есть на UI, на вашем экране. Вы запутаетесь, пользователь запутался, а пытаться описать взаимоотношения между всеми этими объектами невозможно в принципе. Поэтому рекомендация делать нисходящую конкретизацию. 5-7 объектов, 5-7 рамочек, ну или прямоугольников, не знаю, как это правильно сказать, фрейм, рамочек. По темам. Ну, скажем, это было слово тема. Ну, скажем, это кнопки управления, это ввод числовых данных, это ввод текста, это журнал, в котором выводятся сообщения. Все. Вот я назвал 5 как раз предметов. В случае нашего, давайте так, если проект большой, нисходящий, большой, нисходящая конкретизация, конкретизация. То есть 5-7 рамочек по темам, внутри каждой рамочки 5-7, ну и так далее. Тут принципиально под рамочек. Тут принципиально слово различное. Идея в чем? Разумеется, абсолютно идеальное деление всего на 7 не бывает. Понятно, что у вас может быть менюшка, в которой 12 пунктов, менюшка, в которой 20 пунктов, менюшка, в которой 40 пунктов. Не делайте. Вот. Менюшек. Слово менюшек. Важно. Вот. Не родменю, а подменю. Как вы будете... Как вы будете... Кстати, мы с вами меню не посмотрели, как делать это кинтере. Посмотрите сами. Вот. Как вы будете устраивать это в виде меню или в виде того, что присутствует на экране непосредственно. Это, в общем, не очень важно. Ну, идея варь. Так вот. Их не всегда будет 5-7. Иногда их может быть 20. Но если они однотипные, да, ну, грубо говоря, выбор из нескольких вариантов, то тут ничего не поделаешь. Если вариантов 20, значит, среди них надо выбирать. Но вот когда у вас есть различные интерфейсные компоненты, различные, вот как я в моем описании, их не должно быть слишком много, иначе все запутаются, в том числе и вы. В случае, когда вы делаете это с помощью такой интерфейса, вы просто делаете фрейм, внутрь фрейма пихаете что-то, поддерживать геометрию такого, такой матрешки, на порядок проще, чем поддерживать геометрию, в котором, виджет, в смысле, окошечко, в котором вы набросали 40 различных виджетов. 40 различных виджетов со своими предпочтениями это смертно отзывается. А если их 7, ну вот их накидали, сказали, это резиновый, этот не резиновый, и вперед. Вот. Если проект у ИГАТО, в принципе, можно уже начинать что-то делать. Вот. Довольно хорошей практикой, опять-таки, это уже вариант, да, вы можете по-другому делать, но довольно хорошей практикой является написание работающей у ИГАТО с заглушками, да. Работающей у ИГАТО с заглушками. Мы, кстати, это делали сегодня, да, у меня была кнопка, которая вместо того, чтобы что-то делать, говорила, на меня нажали. Вот. Единственное в чем, как можно быстрее показать заказчику более или менее интерфейс на тот, который будет, потому что заказчики обычно очень привередливают, вот, что это у нас кнопочка, вот здесь, она тут должна быть. Это во-первых. И во-вторых, чтобы он понажимал на кнопки, у него там где-то в журнале, где-то в отдельном месте написано, произошло вот то-то, произошло вот то-то, сейчас мы посчитаем, вот. И то, что эта логика пока еще не соответствует логике программы, не так важно, потому что, ну, это дело программиста, эту логику запрограммировали. Вот. Ну и дальше собственно разработка. Это было слово разработка. Касаемо разработки, там тоже очень много разных гитиков внутри нее, о которых мы, видимо, сейчас разговаривать не будем, потому что у нас не так много времени осталось. Возможно, имеет смысл о них поговорить отдельно в этом курсе. Я постараюсь найти время. Значит, в чем идея? Идея в том, что сама разработка приложения, это тоже, в общем, есть куча дисциплин, которые этим управляют. Разработка сверху вниз, разработка снизу вверх, да, там, это еще связано с тем, как вы будете составлять документа, да, документацию, сейчас пишу сюда. Как вы будете составлять документацию по этому делу, как вы будете тестировать, составлять тест-сьют по этому делу, да, то есть дисциплина разработки тесно связана со спецификой того, что вы разрабатываете и с спецификой команды, вот, и с тем, как именно вы примете решение оснащать это дело тестами и документированными. Значит, где-то здесь я пропустил, где-то здесь должна появиться вот здесь. Когда вы делаете проект И, это не только картинка, на которой все нарисовано. Это еще описание того, что каждый элемент делает. Вот. То есть, вот у вас картинка, на ней 7 элементов, вы говорите, это блок управления. Для чего нужен блок управления? Там будут располагаться кнопки, нажатие на которых запускает, приостанавливает, перематывает на начало, удаляет. Вот то, с чем вы работаете. Поле ввода. Это ввод чего? Это ввод там, не знаю, количество футов, да? Это поле ввода дополнительно обладает свойствами, что оно может вводить как там с точками числа, так и с запятыми. Дальше. Журнал. Это что такое? Это место, где пишутся все сообщения, которые мы захотим поставить в известность пользователя. Ну, соответственно, ну, вот примерно такого рода, да? Вот это описание должен видеть ваш заказчик. Он должен с ним согласиться. Вот. Вместе с... Такие дела. Фактически, вот на этом уровне, если мы это делаем вместе с UI, на этом уровне это у нас уже постановка задачи. Ну, достаточное для того, чтобы, да? Еще раз. Я сейчас не говорю про все возможные постановки. Я говорю про то, что мы делаем вот с нашим, с нашим, с нашим, с нашим токанем. Но, в принципе, где-то так оно все равно будет. Вот. Значит, про разработку мы поговорим отдельно. Теперь, значит, относительно примера, который я хотел показать, и мы перейдем к гитхабчику, потому что времени уже почти не осталось. Вот. Такое. Теперь относительно примера. Вот, что делали эти люди. Они взяли и нарисовали прямо на бумажке. Вы можете тоже так сделать. От вас будет требоваться это, кстати. В домашнем задании. Ну, в смысле, вот в... 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 Курсовом проекте... В семистровом проекте. Они взяли прямо на бумажке, нарисовали, как должно выглядеть окошко. Тут будет написано fit to meter. Здесь, собственно, окошечко для ввода fitов с надписью fit. Здесь надпись is equivalent to, дальше, количество метров, meters. И здесь написано кнопочка калькулейт. Раз, два, три, четыре, пять. Пять-семь элементов, как по закону. Дальше они внезапно вспомнили, что есть такой геометр-менеджер под названием grid. И расписали, разделили его, вот этот... Разделили это окошечко на соответствующие части. Выяснилось, что там девять ячеек. Нормально. Определили, какие из них будут резиновые, какие из них будут не резиновые. Ну, например, вот это может быть резиновое, а вот эти все вполне себе фиксированного размера. Вот это колонка резиновая. Потому что она может растягиваться, если вы сто пятьсот миллионов тысяч футов ведете. Вот. И написали код. Тут, правда, код уже сразу все делает, потому что задача плевая. Хотя, смотрите, видите, тут вызывается функция calculate. И эта функция calculate может быть... Вот она. Она может выдавать старт. Она может говорить, я посчитал. Вот вместо вот этого кода может быть написано, я посчитал. Вот вам, пожалуйста, UI без логики. Вот. Обратите внимание, что в use case на эту программу было два варианта работы. Первый вариант работы по клику. Здесь должен быть где-то либо bind, либо command. Вот он. По клику на кнопочку. Второй вариант работы по нажатию return. Вот он. Пользователь сказал, что он хочет и так, и сяк. Обработчик запятых и точек здесь не вставлен. Хотя пользователь сказал. Ну, видимо, передумал. Его переубедили. Сказали, что это не важно. Вот примерно это требуется от вас проделать за ближайшую неделю, может быть, чуть больше. Потому что вам нужно, как я уже говорил, разбиться на маленькие группы, по два-три человека. Если задача действительно большая, и у вас есть кому чего делать, можно больше. Но имейте в виду, что остался буквально месяц. Особенно, ну, то есть у кого как. Ну, в общем, в мае месяце уже будет, надо будет все сдавать. А некоторым раньше. Вот. Значит, к сожалению, один человек в одиночку это делать не очень хорошо, потому что, ну, у вас должны возникнуть ситуации совместной разработки. Как это планируется делать? Есть ровно два варианта. Вариант первый, который годится, когда люди близко знакомы, могут договориться друг с другом где-то отдельно, и примерно одинакового, одинакового, ну, одинакового опыта. У вас есть один общий репозиторий, в котором можно коммитить всем. Вот то, против чего я все это время протестовал. В принципе, я подумал так, что поскольку там, если два человека работают, и оба, в общем, понимают, что делают, то, в принципе, можно сделать так, что вот есть один общий репозиторий, вы даете доступ для коммита своему товарищу, и вдвоем вы туда коммитите, главное, не портачите. Второй вариант работы состоит в том, что есть мастер-репозиторий, у которого есть один хозяин, и этот хозяин постоянно мерзит работу другого. То есть принимает полуреквесты, те самые, которые вы делали мне. Этот вариант предпочтительный, потому что мне так больше нравится, и этот вариант однозначно предпочтительный, если у вас, как бы, в группе есть ведущий. Такой чиф-программа. Потому что, если у вас есть человек, который, ну, как бы, лучше в этом разбирается, пускай он и отвечает, пускай он мерзит, пускай он при мерзи, возможно, фиксит какие-то баги, да, совершенно не обязательно, как бы, у всех в команде должен быть одинаковый опыт. Все ошибаются. Он еще будет ревьюить, в этом смысле тоже хорошо. Теперь осталось буквально немножко про то, как, в принципе, устроено информационное пространство на гитхабе. Я не обязую всех пользоваться гитхабом, просто это самая простая штука, самая доступная. На гитхабе есть такая вещь, как ишли-трекер. Это система обработки ошибок. Точнее говоря, ишли – это не совсем ошибка. Ишли – это запрос. Вы говорите, вот по данному проекту у меня есть такие желания. Дорогие товарищи, авторы проекта, скажите мне что-нибудь по поводу того, какие мои желания, какие. В ишли по проекту Python Development 2019 каждая группа разработчиков, когда вы на них поделитесь, должна поставить мне запрос со словами «Я такой-то, такой-то, вот мы такие-то, такие-то, вот репозиторий нашего проекта, и в нем будет семестровый проект». Вот сюда, прямо вот сюда. Повесить такой ишли. Там должен быть, там должна быть, в числе прочего, ссылка на репозиторию этого проекта, в котором, и тут у нас как бы вторая половинка того, что от вас требуется, должно быть как минимум, как минимум, описание общей постановки задачи и проект графического интерфейса, самый примитивный, нарисованный от руки, отсканированный или нарисованный в примитивном текстовом редакторе, неважно как, и вы его потом можете менять. Просто какой-то вариант у вас уже должен быть. Как бы верхняя простановка задачи и проект интерфейса. Пожалуйста, если у вас, как бы, достаточно сложный интерфейс предполагается, постарайтесь нарисовать в черне, там, от балды, но все, что там возникнет, чтобы я мог оценить объем работы, который вы на себя берете. Если ваша задача не связана с УИ, и вы, как бы, приняли решение делать по какому-то другому фреймворку, тогда постановка задачи и описание того, как вы собираетесь ее решать. Ну, допустим, вы делаете веб-сайт, да? Бога рах, значит, вы используете там боттл, в этом боттле вы делаете то-то, то-то, ну, понятно. Кстати, если делаете веб-сайт, там все равно проект интерфейс должен быть. Вот. Еще раз повторю, рисуем от руки или делаем там, не знаю, в каком-нибудь диаграмме, это совершенно неважно, главное, чтобы оно было, и чтобы вы это понимали. Теперь относительно того, где это публиковать на вашем сайте, на вашем, этом самом, на вашем репозитории. Мы знаем, что есть у каждого репозитория файл readme. Вот он. Который можно редактировать, и он вообще говоря... Где тут? Ну, где он тут? Короче, здесь где-то кнопка его отредактировать, не вижу. Не вижу. Не вижу. Что делать не так? А, я, небось, не залогинился. Точно. А, нет, залогинился. Во, вот кнопка, которая таксила. Вот она. Файл readme, он не просто текстовый. Обратите внимание, что он в формате MD, то есть Markup. И, соответственно, вы можете довольно красиво оформить гипертекстовую картинку, в смысле, гипертекст, ну, некоторый гипертекст. Вот. Тут, видите, даже есть... А, ну, это, собственно, заголовок. Так устроено в Markup заголовок. Markdown. В общем, Markup. Markdown. MD. Markdown. Вот. Вот в это место я предлагаю либо вставить сразу постановку задачи, вот ту самую короткую, что будет делать ваша программа. Либо ссылку на эту постановку задачи, на другой файл, в котором вы ее опишите. А здесь вы опишите, что там такой-то, такой-то, авторы такие-то, такие-то. Ну, кстати, авторов сюда надо вписать, конечно. Ваш не ник, а истинное лицо, истинные идентификационные данные. Вот. Группа такая-то, имя, фамилия. Вот. Чтобы меня потом не собирать по всем гитхабам, да, чтобы мне было видно вот здесь. Вот. И сюда же постановка задач. Отдельным файлом, картинкой, аскеартом, чем хотите, вложить в этот проект еще тот самый проект юзер-интерфейса, если вы делаете графический интерфейс. Или описание того, что именно вы будете делать, если вы не планируете вообще заморачивать свои. Но я советую заморочить свои, потому что у нас вроде как темп так. Любой маркдаун-документ, почитайте, у гитхаба довольно развесистый вариант маркдауна, даже более крутой, чем сам маркдаун. Вот. Любой маркдаун-документ, это, в общем, достаточно хорошая штука. Вот. Но. Эта штука относится непосредственно к проекту. В принципе, давайте я отсюда выйду. В принципе, ситуация, когда над проектом работает более одного человека, не очень удобно, чтобы они редактировали какой-то текст, лежащий прямо в маркдауне, прямо внутри проекта. Неудобно это. Намного удобнее использовать вики-технологию, и в проектах есть такой вики, в которую, даже если вы пользуетесь схемой стандартной, когда у вас пришел сорс, который никто не может бонефицировать, кроме человека, который его ревьюирует, доступ на вики, тем не менее, вы можете открыть разным пользователям. Эти пользователи одновременно пишут на вики то, что они хотят. В частности, когда вы будете делать дальше домашнее задание, там могут быть какие-то детали реализации того, как вы это делаете. Ну, например, там будет какая-то логика, и эту логику нужно будет задокументировать. Будет такое задание, когда мы будем говорить про документирование. И тот человек, который программирует логику, он же ее и документирует. Тот человек, который программирует в ГУИ, что-то там какие-то замечания про ГУИ пишет. То есть, в отличие от ситуации, когда вы с текстовыми документами внутри проекта работаете по той же дисциплине, по которой работаете с кодом, с информационным пространством, например, с вики, вы работаете немножко по другой дисциплине. Туда могут приходить левые люди, что-то вам советовать. Или это не левые люди, а члены вашей команды, но для того, чтобы их код замерзить, с ними надо померзиться. А вот в вики они пишут руками. Ну, короче, различные дисциплины доступа. Там и сям. Вики – это тот же самый маркдаун с еще более простым интерфейсом работы, с какими-то, значит, возможностью сделать гиперссылки. Короче, почитайте. Кому интересно, почитайте. Если, я заканчиваю, на этом вы не останавливаетесь, и у вас большой серьезный проект, или вы хотите сделать вид большого серьезного проекта, можно воспользоваться штукой, которая называется GitHub Pages. GitHub Pages, он же GitHub.io, это возможность сделать сайт на движке, условно называемом GitHub Pages, прямо сайта вашего проекта. Не вот эту всю вот мутату с логотипчиками GitHub, окошками и всем остальным, а прямо сайт. Сайт делается с помощью статического генератора контента под названием Jekyll. Вот, сейчас я покажу. Сейчас. Где-то здесь в Help'е должно быть. Нет, не здесь. Нет, это не то. Что ж такое? Это в Help'е. О, вот он. О, вот оно, GitHub Pages. Вот, значит, нажимаете Help, и вот там вот будет, да. Это прямо CMS-ка такая. Причем CMS-ка именно статический генератор. Кстати, статический генератор сейчас очень модный. Это достаточно популярная штука. То есть, вы пишете на каком-то высокоуровневом языке, например, на том же Markdown'е, свой сайтик, потом жмете педаль, и вам генерируется статический HTML, который не жрет процессора, не заполняет мозги броузера всякой чешуей, вот, хорошо смотрится, выдерживает нагрузки на сервере, ну и так дальше. Так что, если вам вдруг, кстати сказать, кстати сказать, это один из вариантов, когда у вас в команде внезапно появляется человек, который в основном занимается веб-сайти. Если вдруг вы выберете такой вариант, пожалуйста. Так, ну, мы уже чуть-чуть выжирли время. Значит, что еще можно, о чем еще можно вспомнить? Наверное, еще можно вспомнить вот об этом, вот об этой вкладочке, которая называется Projects. Вот. К сожалению, у меня нет времени про это говорить, и это немножко выходит за рамки нашего курса. Это инструменты примитивные, но достаточно, скажем так, инструменты Project Management, которые есть на GitHub. То есть, задания, планировка проекта, какие-то диаграммы процесса разработки, прогресс, статус, ну и так дальше, и так дальше. Вот этого я требовать не буду, потому что объем не тот. Но имейте в виду, что даже на GitHub есть разумного размера кусочек, который позволяет заниматься именно что, процессом разработки, как процессом. Не как программисту, а как человек, который управляет разработкой. Это вот здесь. Вот. Кажется, я сказал все, что хотел. Давайте посмотрим в планчик. А, ну да, я тут ничего особенного не сказал. Значит, еще раз. От вас требуется завести свой репозиторий в виде ишио прислать мне запрос на то, что вот этот репозиторий будет решением, ну, да, и в репозиторий положить постановку задачи и проект юзер-интерфейса. Моя задача до следующего четверга все это прочитать и дать вам несколько бессмысленных советов на тему того, что вы, как бы, много на себя берете, мало на себя берете, и так дальше. Не забудьте, что помимо решения задачи задача может быть вообще игрушечной. Совсем-совсем. Не забудьте, что помимо решения этой задачи вам еще нужно будет приложить туда какое-то количество тестов, какое-то количество документаций и какое-то количество перевода. Так что умножайте автоматически на, там, не знаю, объем работ на 3 точно, может быть, и на 4. То есть то, что вы можете сделать там за 3 дня, вот это вот и есть ваш потолок. Примерно так. Все, я закончил. Вопросы? Вопросов нет. Следует ли из этого, что вы более-менее решили, как вы будете делиться на команды? А то неделя пройдет и ничего не изменится для некоторых из нас. Тогда я ввожу второй вариант запроса. Первый вариант ишли, вы говорите, у нас есть команда репозиторий такой-то, второй вариант ишли, вы говорите, дайте мне задание. Но имейте в виду, что я буду вас объединять по абсолютно рандомному принципу, просто буду объединять в пары и придумывать какое-то задание. еще имейте в виду, что мне это будет раздражать. Потому что я бы, конечно, хотел, чтобы вы сами придумали себе задание. Ну, наверное, да, я готов, готов, но это не избавляет вас от необходимости повесить ошибку вот-вот сюда. Ну, это блог. Вот сюда. Так, где же он? Вот сюда повесить ошибку со словами, а я вот не знаю, чем мне делать. Я вам тогда отвечу, мол, такой-то, такой-то и такой-то, такой-то, вот вам задание делать. Окей? Да. Все, тогда, значит, до следующего раза я очень хочу, чтобы не до понедельника, как это обычно, а до следующей лекции, до четверга у нас уже было мы уже знали, кто что делает. отец. Спасибо. Продолжение следует...